Мы живем сейчас в период объявленных беспрецедентных санкций и ожидается, в общем-то, ну, падение уровня жизни. Это достаточно очевидная вещь, потому что цепочки поставок рвутся, логистические цепочки рвутся, будет остановлено много производств, будет нехватка, ну, из-за нехватки деталей, запчастей, комплектующих. И очевидно совершенно, что, ну, какие-то производства, если не встанут, потому что их будут заставлять, как бы, работать правительство, но все перейдут на неполную рабочую неделю, там, 4 дня в неделю, так сказать, там, неполный рабочий день и так далее, и так далее, там, на полставки будут сокращаться все-все-все. Что это значит? Это значит, что зарплаты снизятся, потому что выпускаемая продукция снизится, и, соответственно, у предприятий будет меньше прибыли, а если меньше прибыли, то значит, или убытки, то это значит, что компании будут сокращать расходы на заработную плату и, соответственно, будут меньше платить налогов в бюджет. Это вызовет к тому, приведет к тому, что и бюджет начнет экономить деньги. То есть, не надейте, что если вы работаете в бюджетной сфере, то у вас все будет чики-брики. Ничего подобного. Все будет, как бы, ничего, все в мире взаимосвязано. Поэтому, что же делать? Есть несколько вариантов действий, которые, ну, люди выбирают. Первый вариант, ну, можно смириться и сказать, от нас ничего не зависит, и, значит, сидеть и ждать, ну, пока повысят зарплату. Вот, ждите. Ну, кто-то впадет в депрессию, таких будет очень много, я уверен. И от депрессии люди начинают там, ну, быть агрессивными, пить водку, значит, там семьи рушатся, и многие даже просто, ну, уходят из жизни по тем или иным причинам. И вы точно совершенно это увидите, это будет, вот, тотальная депрессия и так далее. Но, с другой стороны, можно же искать выходы, не сидеть на жопе, а просто искать выходы, находить их. И, поверьте мне, те, кто будет находить сейчас, как бы, выбирать, искать возможности, они их найдут, и в будущем это станет, наоборот, вот это время станет стартом к будущей светлой жизни. Поэтому, друзья мои, выбирайте действия. Что делаю я, сейчас расскажу. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, вы знаете, что я предприниматель с давних пор, и я ищу, конечно же, всегда возможности для того, чтобы заработать. И я говорил, что множественные источники дохода и так далее, они у меня есть, у меня есть доходы и от инвестиций, и сбережения какие-то. Я говорил, делайте сбережения, потому что, если у вас есть сбережения, накопления, то вы определенно будете в лучшей ситуации по сравнению с теми, у кого их нет. Поэтому, значит, ну, это однозначно надо делать. И, во-вторых, ну, конечно же, пострадают многие, и с чего надо начать? Смотрите, ну, давайте считать, что у вас просто нет денег совсем, и что же делать? Каким образом, с чего начинать? Ну, вот нет денег, и снова мы оказываемся в такой ситуации, когда огромное число людей оказывается отброшенными, ну, куда-то туда, вниз. Вот, с чего начинать? Но я уже говорил, что надо пытаться организовывать бизнес, надо анализировать возможности, какие возможности ищу я, и с чего надо начинать. Но я уже говорил, что я хочу начинать с того, что, ну, смотрите, что будет. Будет дефицит тотальный, потому что сейчас все будет в дефиците, потому что нам просто прекращают что-то там поставлять, значит, запрещают платить за то, что мы, ну, за то, что мы хотим купить, то есть за импорт. И, соответственно, правительство принимает совершенно беспрецедентные меры для того, чтобы как-то это дело сгладить. То есть, разрешается параллельный импорт, так называемый, отменяются все проверки малого бизнеса, и говорят сейчас всего больше и больше возгласов о том, что вообще прекратить всякие проверки бизнеса, и неважно, откуда они возьмут этот товар, откуда-то они его возьмут. Главное, чтобы товар был на рынке, и люди могли, ну, купить все это дело. Ну, я решил, что, в общем, у меня в этом деле богатый опыт, и я уже говорил, что собираюсь заниматься, ну, вот этим параллельным самым импортом. С чего начать? Ну, смотрите, я думаю, что, ну, вот я собираюсь ехать, уже говорил, там, ну, в Казахстан, скажем так, доехать до границы с Китаем буквально, потому что Китай просто закрыт, я бы и в Китай заехал, и, ну, везти товары откуда-то из Китая, китайские товары, потому что это сейчас, ну, наиболее логично, потому что они там дешевле. И, ну, с чего надо начать? Начать надо с того, чтобы поехать и посмотреть, оценить, что почем и как, где можно купить, наладить контакты и так далее. Ну, а дальше что? Вот, скажем, завез я какую-то партию товаров. В начале 90-х что было дело? Ну, все были ученые, значит, такие, все были, так сказать, специалисты. Ну, когда грянула вот эта вот просто катастрофа в начале 90-х, когда там цены поднялись там значительно и так далее, что было, то есть вот сейчас 90-е, грубо говоря, возвращаются, да? Ну, буквально ученые стояли на рынке и торговали какой-то мелочью, какими-то побрякушками. И просто люди были на грани выживания, и поэтому они продавали то, что у них есть. И это абсолютно логично. Поэтому я предлагаю, и я уже начал вот сегодня это делать, с того, что есть. Ну, во-первых, я планирую что-то дешевое сюда ввести, то есть находить товары с низкими ценами и ввести сюда. А во-вторых, я решил начать с того, что оценить свои, ну, как бы пассивы, которые у меня есть. То есть у нас у всех есть какая-то собственность, которой мы сейчас не пользуемся. И это пассивы, они просто лежат в кладовке, и никому они, ну, как бы не нужны, они просто занимают место, пылятся там и так далее. Но вместо того, чтобы пылиться, почему бы не попытаться их продать? И тогда, когда мы просто абсолютно, вещь, которая нам сейчас не нужна, а люди в условиях дефицита сейчас могут купить эту вещь, они ее купят. Поэтому, значит, я решил, что буду продавать, ну, то, что есть у меня. И можно, конечно, пойти на рынок, значит, там поставить этот деревянный ящик, там скатерть какую-то, клееночку расстелить и на нем разложить свое барахлишко, как это было в свое время, в 90-е годы. Там среди всякой грязи люди раскладывали вот эту вот всякую фигню, на самом деле, и продавали. Я тоже этим занимался, но я продавал всякую эту фигню не здесь, а в Югославии, например. И там цены были просто в 50 раз выше, это было выгоднее. То есть я за неделю там ухитерялся делать с первой поездки там 3 годовых зарплаты. Поэтому здесь, во-первых, ну, надо делать как-то так, а во-вторых, сейчас уже время другое. И сейчас уже не надо стоять на рынках, у нас появились возможности намного более интересные. То есть у нас появились сервисы по продаже товаров, которые помогают нам продавать товары и которые помогают заработать. И они абсолютно бесплатные, то есть этим можно пользоваться. То есть, смотрите, берем, смотрим, что мы можем сейчас продать. И после того, как мы находим то, что мы можем продать, мы это дело вытаскиваем, приводим в божеский вид, чистим, фотографируем и выставляем куда? Есть Авито, Юла, что-то еще, не знаю, вот сказать, Яндекс Маркет, по-моему, есть. Есть разные какие-то площадки, где мы можем абсолютно бесплатно выставить объявления на продажу. То есть эти сервисы существуют сейчас в современном мире. Тогда их не было, сейчас они есть, сейчас не надо стоять. Когда мы стояли на рынке в свое время, да, кто у нас были потенциальные покупатели? Те, кто пришел на рынок и увидели нашу вот эту вот фигню, понимаете? Сколько человек может за день пройти мимо нас? Ну, 200, ну, 400 человек, понимаете? Что с объявлениями на рынке, на Авито? Смотрите, мы выставляем какой-то товар на Авито, сколько человек могут его увидеть? Да, в России живет сколько там, больше 100 миллионов человек, вы понимаете? Сколько людей будут искать какие-то товары, а они их будут искать, потому что жизненный уровень падает, и поэтому люди будут искать, где купить что-то. И у них выскочит, у кого-то из них выскочит объявление на Авито. И люди купят, потому что, ну, вот так надо делать. То есть, это абсолютно, во-первых, ничего не стоит, во-вторых, это висит объявление, и оно не просит кушать. И Авито, чем хорошо, тем что, так сказать, это сервис, понимаете? То есть, сервис с защитой данной, сервис, ну, в который входит доставка. И сейчас современные уже технологии позволяют осуществлять доставку, вот эти вот всякие. Ну, в частности, на Авито это Боксбери, есть Озон, система доставки, в конце концов, почта и так далее. И почему бы этим не заниматься? А если я найду нишу, который, значит, какой-то товар, который будет, ну, сильно конкурентоспособен по ценам, то, соответственно, можно организовать просто интернет-магазин, достаточно уже большой. И вы знаете, что интернет-магазины работали и будут работать, очевидно, совершенно, и это будет развиваться. И каждый из нас может это сделать. Первый шаг, первый шаг, который надо сделать, просто подумайте, что вы можете продать. Вытащите эту штуку, почистите, сфотографируйте красиво. У каждого из нас сейчас есть смартфоны с хорошими камерами, сфотографируйте их красиво. Потому что я захожу на Авито, там жесть просто. Я смотрю, люди продают вот эти вот, ну, какие-то подержанные смартфоны и так далее. А они будут их продавать? Так они их куда-то кладут на какие-то, блин, там, на какие-то полотенца, там, на каких-то грязных одеялах. И, значит, фотографируют на замыленный какой-то вот занюханный телефон. И, значит, они даже не удосужились ее помыть, там все заляпанное такое. Продается телефон, смартфон, БУ, какой, что, какая-то черная фигня лежит. И все, ну, вы подумайте, в каком виде будет ваше объявление. Ну, так сказать, ребята, ну, простая вещь, ну, элементарная. Просто помойте эту штуку, положите ее на какой-то нейтральный фон, сфотографируйте так, значит, чтобы все было видно, не поленитесь, поищите, значит, информацию у конкурентов. Кто продает то же самое, это первое, что надо сделать. Это называется маркетинговое исследование вообще-то. То есть мы берем и ищем то, что мы хотим продать, мы ищем конкурентов. То есть у нас идет, смотрите, мы берем, оцениваем, что, спрос. То есть главное найти спрос, найти своего покупателя. То есть мы берем, ставим себя в роль покупателя и пытаемся купить то, что мы хотим продать на самом деле. Вот я хочу вот это продать, например, я беру и что я напишу, какой поисковый запрос. Смотрите, еще раз, то есть поставьте себя, первое, поставьте себя в роль покупателя. Что будет искать покупатель, понимаете? Что будет искать потенциальный покупатель этого товара? Он будет искать, да, смартфон, да, какой, но он будет выбирать и он должен выбирать, он должен смотреть, что это такое. И когда он видит, продается смартфон БУ, что за смартфон, какой смартфон, зачем он нужен, сколько в нем памяти оперативной, сколько внутренней памяти, сколько ядер там и так далее. Это же все надо написать. И вы посмотрите, просто вот когда вы становитесь в роль покупателя, вы смотрите, какие объявления выскакивают. Сделайте это лучше, найдите лучшие объявления, найдите лучшие описания, которые вам нравятся. Посмотрите, что люди пишут, посмотрите, как называется это объявление и делайте точно так же, чтобы ваше объявление было в топе, само собой. То есть не надо платить за подъем там чего-то там, не надо платить за что-то, просто наберите это дело. И здесь работают те же самые законы, как в соцсетях. Это та же самая соцсеть, только по продаже. Посмотрите, там есть ключевые слова. Если, ну скажем, вот сейчас мы продали машину недавно старую, и там были на крыше рейлинги. И для этих рейлингов у нас был такой вот багажник сверху, бокс такой. И жена называет его бородавкой, то есть она как бы машина, а сверху там такая бородавка, как на рост. Вот, ну и что, если я напишу в объявлении, продается бородавка, ну в общем согласитесь, что мало кто его купит. Я стал искать, как же это называется. И я стал просто, так сказать, там багажник на крышу. У меня выскочили какие-то палки, значит, которые на Жигули там мужики надевают, что-то там сварили, значит, какую-то хрень. Вот, в основном такое. Я думаю, так, значит не багажник все-таки. Это не багажник, это как бы, ну вот. Короче говоря, выяснилось, что это называется автобокс. Ну давайте напишем, что это автобокс на крышу. И соответствующие ключевые слова, которые мы там найдем много, берем просто эти ключевые слова, эти ключевые слова из тех объявлений, которые мы нашли, и мы выписываем их в просто стопочку, как бы, ну в столбик. Эти ключевые слова и пишем описание нашего товара максимально подробно, со всеми техническими деталями, чтобы вас потом не затрахали звонками. А что, а как, а измерь, а сфотографируй. Напишите сразу, чтобы люди не мучились. Вот, сфотографируйте это красиво, измерьте все и дайте развернутое описание с использованием вот этих вот ваших ключевых слов. И если люди видят, что объявление написано красиво, хорошо, то оно будет более привлекательно. И если там очень много ключевых слов, то они скорее его купят. То есть, первое, товар должен быть хорошо представлен, с хорошим описанием, соответственно. И что главное, что вы уже учитесь, смотрите, о чем я вам говорю, о том, что это называется вообще говоря, таргетинг, если что. То есть, таргетинг это, как бы, сделать такое объявление, которое бьет точно в целевую аудиторию, которая купит этот товар. То есть, что люди ищут, что мы продаем, вот что надо продавать. То есть, люди ищут багажник, но вот они должны его найти, во-первых, а во-вторых, ну, как бы, их надо убедить, чем хорош этот багажник. Тем, что он увеличивает объем перевозимого, ну, что там, перевозимых вещей. Это очень будет, что, востребовано, когда вот сейчас все это начнется. Почему это будет востребовано? Потому что люди будут возить какие-то вещи, будут торговать, кто-то будет с оптового рынка покупать, кто-то еще откуда-то. Но будут возить, будут продавать. Чем больше вещей ты привезешь, тем лучше. Поэтому вот она, бокс, пожалуйста. Он защищает перевозимые товары от непогоды, от грязи. В дождь, пожалуйста, вообще непромокаемое. Все сухое привезется. Ну, и так далее, понимаете? То есть, вот эти преимущества, их надо, как бы, просто продумать и обязательно об этом рассказать. Это таргетинг. Вы уже учитесь таргетингу. Вы учитесь продажам. Вы учитесь... То есть, вы приобретаете при этом, не просто, вот, как бы, ну, избавляетесь от барахла, а вы приобретаете новые навыки. Ну, друзья мои, это же развитие. Поэтому, вместо того, чтобы сидеть и думать, ой, как все плохо, ой, как все плохо, значит, пойти купить бутылку водки и, значит, напиться. Нет. Давайте действовать. Давайте работать. И занимайтесь этим. Еще раз, значит, наведите порядок у себя, проведите, что вы можете купить, продать. Посмотрите цены конкурентов, сфотографируйте красиво, сделайте лучше. Не продавайте дешевле, сказать, не стремитесь просто спихнуть просто так. Нифига подобного. Люди не будут покупать вещи, потому что у нее самая низкая цена. Люди будут продавать, ну, стремятся купить хорошую вещь. Я вам скажу по опыту, значит, из Югославии, я выяснил, что люди в первую очередь, я заметил, что люди в первую очередь покупают то, что блестит, хрустит и щелкает. То есть, постарайтесь представить это хорошо, красиво, и чтобы это блестело, понимаете. То есть, вот с какими-то бликами сфотографировать, и все. То есть, в свое время у меня очень хорошо шли шпингалеты обычные, вот эти вот на раму, щелк-щелк-щелк-щелк. Когда ко мне подходил там Югослав какой-то, я к нему подскакивал. И беру этот вот шпингалет, и, значит, ну, во-первых, он блестит, да, он такой, ну, блестящий он металлический. Вот, он блестит, потом я, значит, его так щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, он щелкает. Я говорю, на, посмотри. То есть, когда человек трогает, у него еще включаются тактильные ощущения, у него визуальные ощущения и на слух. То есть, я действую на все органы чувств, значит, вот это вот. Ну, в интернете понятно, что я не могу дать ему потрогать, но я могу передать в своем объявлении вот это вот ощущение. Посмотрите, вот этот бокс даст ощущение свободы, он даст вам больше пространства, он даст вам возможность, он принесет вам столько прибыли, потому что вы сэкономите, ну, то есть, в одной и той же машине вы перевезете намного больше всего. Подумайте об этом, подумайте. То есть, вот эти преимущества я должен им показать. Конечно, когда я фотографирую, я должен показать вот ярко, четко эти фотографии, и чтобы они, ну, чистый товар, красивый, блестящий, на самом деле, ну, представить, по крайней мере, что он такой. Показать. Если вы, у вас хороший смартфон, то вы можете снять даже видео для того, чтобы звук куда-то придать и какие-то чувства передать вот с этим товаром вместе. То есть, какую-то энергетику, потому что чем хорошо видео? Видео не просто фотография, а это видео, оно вы можете озвучить и озвучить, хорошо озвучить. Вы можете передать с этим какую-то энергию, какой-то вот заряд, понимаете? И тогда вы скорее продадите, то есть, люди посмотрят, скажут, слушай, блин, какой классный чувак, я просто хочу с ним встретиться и просто увидеть его живьем. Пожалуйста, приезжайте, покупайте. Вот к чему надо стремиться, понимаете? Поэтому давайте не унывать, давайте начинать действовать. Это ничего нам не стоит, а может принести нам деньги. А если не принесет, то это принесет нам опыт. Мы учимся таргетингу, мы учимся продавать, мы учимся подавать товар лицом, и это уже хорошо. И мы учимся, ну, не зевать. Ну, не принесет, так не принесет, а если принесет, то у нас будет денежка. Ну, пишите, что вы думаете по этому поводу. А сейчас лайк, подписка. Поделитесь этим видео со своими знакомыми, которые в унынии, и начинайте действовать. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.